у тебя осталось 9 занятий сегодня 9 еще 8 сейчас я я найду артем я в тот раз не нашел ты так давно был что я братан тебя не могу найти в списках ты по несколько месяцев пропускаешь очень это тетрадочку отвел бы записи как бы легко было бы найти да все попить умыться в туалет и понеслась парни я понял а родители знают я понял так хорошо я рек я рек тебе братишка опять занятия дарит ты пожалуйста поблагодарил петельку пожми ему скажет данила ты такой молодец я тебе могу сказать что два года два года я с ним разговаривал по поводу ты куда домик а ну я чтобы занятие как-то выигрышные там не выигрышный дайте он два года и сомневался но сейчас он стал взрослым 18 парнем и он понял что дарить брату занятия гимнастике это правильно и хорошо сторону отойди по раз не пей много глотков не надо мне надо молитва точек сделать все и слушаешь ты меня вот желудок как-нибудь заболит конечно не надо так говорить и думать об этом заболеть желудок вот сразу всех вспомнить когда тебя просили ничего не этот не хулиганить ну конечно ты сейчас нагружаешься тебе жарко ты начинаешь резко охлаждаться для чего это маленького точек сделал по бултыхал там воду и спокойненько это занимаешься да не стрельни температуру пожалуйста тем не себе и всем ребятам 36 36 6 такой разнос ничего страшного перелетел молодец делаешь артем тебе по полизать на канатиках попробовать по залазь на канатика всякие трюки поделать так я смогу Так, Данька, у тебя осталось тут раз восемь, потому что ты одно отдал, да? Тогда сейчас шесть. Сейчас получается, остается семь, ты одно отдаешь. У всех одинаково. Все, молодец, благодарю. Да, конечно, сюда его подвиньте, вот сюда его может вдвинуть. Артем, чуть-чуть отойди, поднимешь сам? Все, спинку только прямо. Это, можно возить заранее переставить? Для сальто? Да, да, попроси. Стоп, 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 молодец, молодец, молодец. Все. Данька, если я тебя попрошу, верни чуть назад на стык синего и зеленого пола. Покрышку верни. Не-не-не-не-не-не, Дамир, не балуйся. Либо как, посмотри, как Данила делает. Ровно на стык или рядом? Ну, к стыку, да, подведи, к стыку. Посмотри, как Данила делает. Спинку прямо, видишь, он взял? Артем, отходи. Молодец. Мне так тяжелее. Вот, конечно, смотри, это тяжело. Артем, спинку прямо, спинку прямо. Оп, спинку прямо, молодец. Молодец, вперед неси, тихо-тихо, выровни только, чтобы она не болтыхалась. Ты можешь ему отнести, помочь? Туда, вперед сможешь поднести к матам, да. На стык зеленого и коричневого пола. Спинку прямо, спинку прямо. Не бросай, не бросай, ноги не бросай. Кстати. Молодец. Кстати, я вам хотела еще кое-нибудь спросить. Ты можешь этот вопрос переадресовать Сергея Сергеевича? Меня, пожалуйста, не отвлекай. А вы смотрели «Остров сокровищный вес»? Мультик? Да. Да мы только недавно про него вспоминали. Конечно, смотрели. Это один из крутейших мультфильмов вообще на планете. Вот «Доктор Айболит», «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля». Вот «Приключения капитана Врунгеля» я читал, он на второй раз перехитывал. А мультик вообще забавный. Беда-победа. Ярик, а по поводу «Остров сокровища» стыдно признаться. Я его либо не смотрел, либо если смотрел, то я его не помню вообще. Не-е-е. Наверное, не смотрел. Я читаю. Сергей, если ты его смотрел, ты бы помнил. Там смесь мультика и кино. Это реально крутая штука. Первая самая книга, которую я прочитал. Самая прицлойная, это когда уже месяц. Играет на винтовках. Нормально, да. Там много интересного есть моментов. Но читал зато. Но она отличается от книга такая же. Знаешь, Сергей, посмотри мультик, не пожалеешь. Там реально, знаешь, как бы они рисованы прикольно, сделаны такие комиксовые, да? Сейчас вообще фишка в Америке появилась. Поход к капитану этого. Доктора Врунгеля. Вот, доктора, доктора вот этого, да. Знаешь, какой там? Вот такие вот они грудаки у всех так это. Там типа они забавные, если в картину долбил. Там картины, если он думал, ах, бьет, 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 такой, думает, чаш такой. Потом стенка рухнула. Посмотри, Серега зря не смотрел, надо устроить просмотр. Мультик, мультик и отмороженный, и крутой, и снят очень круто. И актеры такие вот. Он и снят в таком, знаешь, без компьютерной графики, потому что это 80-е годы, но так круто сделано, рисовано. Очень, его несколько лет делали. Очень крутой. И вот два года делали. Ну да, несколько лет. Раньше рисовали мультфильмы, очень долго. А так еще там киношные сцены. Там, прикинь, в сценах кино, вот даже в Америке, потом этот появился, если не ошибаюсь, потом мультфильм, кто поставил кролика Роджера. В кино были на мультфильм сделаны, представляешь, в кино. То есть они в кино, там пули всякие летали, ну, такие вот. Это надо видеть. Песни там разные, это... Песни что-то про Билли, который копил, там это... Там песни про жадность. Про жадность, про спорт, про ром, про здоровье, там, про фортуну. Ну, крутое, крутое, это надо видеть. Сергей Сергеевич, срочно исправь это. Срочно исправь. Кстати, есть пародия на острове сокровища. Ну, это уже... Лиза сокровищ. Пародия? Да. Мультик, что ли? Да, такое. Микаж шляп какая-то. Ну, в том плане, что ерунда. Что, Дамир, да, молодец. Если тоже, если хочешь так покачаться, попробуй сколько трюков там завернуться. Попробуй, конечно. Если хочешь на полосу препятствий, иди. На полосу препятствий, если хочешь, конечно, иди. Парни, не простаивай, а делаем, делаем, делаем. Если честно, опять это делай, далеко отлетай. Не торопись, не дергайся, лишних движений не совершай. Нет, пока не научишься. Парни, рано еще, рано, рано, рано еще ждем. Сколько времени? Рано, сейчас время без десяти. Еще десять минут, как минимум. Хрен острый, да. Горький, острый хрен. Точим, точим, точим. Так, Серый, сколько эта стилус ручка стоит? Ну, сестра сколько сказал стоит? С какой целью спрашиваешь? Отдать денег. Ладно, хорошо, с целью понять, что мы заплатили, какое мы бабло заплатили, чтобы Анатолий был радостный за наш отзыв. Сколько стоит? 500-100 рублей, 1000 рублей может стоит. 400 рублей, ну, не надо ничего отдавать. Пусть это будет такой подарок. Я понял. Где учителю? Зашибательский. Не, ну классно, классно. Если клубный у нас есть телефон, то клубный... Если на день учителя, пусть будет на день учителя. А так, даже не надо. Я понял, все. Человек Анатолий. А, здесь дальше еще ручка для письма есть? Там, короче, все вместе. Там обычная ручка шариковая, насадка луденькая, насадок там колпачок широкий, стилус. Там вот он весь такой универсальный. Будем разбираться. И он был один. Вообще последний, да? Вообще больше не было. Значит, разобрали, наверное, да. Так, ладно, сейчас еще Артема забело списки. Так, Данил, помнишь, да? 7 занятий на данный момент. Осталось 6. Останется 6, да. Дамир, 9 занятий на данный момент. Останется 8. Артему сейчас буду искать. Так, ты был весной, да, кажется? Весной. Тихо, 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 не балуйся. Ножку вытаскивай. На ножку, на упор, на ногу вставай. На ногу вставай. На ногу вставай. Нет, ты надо был на ту ножку встать Пожалуйста, аккуратнее, ладно? Это крутая тема Ты можешь засунуть руки и ноги в петли И вот так прогнуться Вот в эти петли и в те петли И повисеть Ты напомни, пожалуйста, летом был? Нет, весной Весной, да? Летом я уже начале летом А, в лагеря туда уехал Так, весной Да, ручки, ножки Вот, только две ноги засовывай Надо петлю выровнять Посмотреть, чтобы ровно было Петля, длина петли, чтобы ровно было Если тебе что, придется залезть на стол Придется залезть туда И петли выровнять ровненько Тебе надо смотреть Вот как ты делаешь? Ты просто подпрыгиваешь и минул для ее Естественно, тебе это равно помогает Вот, Артем, вижу Двенадцатого мая ты был Два занятия у тебя оставалось Значит, сейчас мы занялись Сейчас посмотрим Подожди Было, оставалось Ну, то есть два занятия оставалось В тот день Еще как бы одно занятие позаниматься Сейчас посмотрим Был ли ты еще А, 17 мая Иди сюда, Артем 17 мая Был как раз последнее занятие У тебя посмотри, пожалуйста, чтобы точно было Маме скажешь Или маме, или кому-нибудь Ладно Смотри, 17-е, 0-е, забил Артем Михайлович А я могу вам сейчас деньги дать? Молодец Это же ты забил, Артем Молодец Красавчик Давайте сразу запишу Тебе матушка доверяет бабке? Ну да Ну все, чтобы то А мне кому отдавать? Мне сюда получать Я тебе запишу А, я могу сразу А? Я могу сразу Ну давай, конечно А ты обычно кому отдаешь? Ну, я просто не помню А, я помню Ну так-то это Не важно, кто будет за столом сидеть Кто записывает Это Сергей Сергеевич Может Денис Еще и мама в позу прошлого раза давала А, нет Ну, в понедельник давала Все, молодец Да, смотри Так, все, 17-го числа Тогда сейчас получается Записываю Молодец Сто раз больше Парни, не балуемся, пожалуйста Так, Артем Я тогда записываю Вот на третье число, да? Что ты как будто бы сдал Третьего числа Видишь, как хорошо Записи нашли Посмотрели по записи Парни, пожалуйста Носите с собой Дневнички Аккуратнее Домик Подложи, пожалуйста Под изголовье Пару мальчиков Под изголовье Сюда, где белый Да, положи А, Артем Артем Братан, сейчас надо маме позвонить Смотри, у нас чуть-чуть поменялись правила Сейчас смотри Пять занятий Может быть ты заходишь на пять занятий Пять занятий тысяча рублей А тысяча рублей пять занятий Две тысячи рублей одиннадцать занятий Три тысячи рублей восемнадцать занятий Позвони, пожалуйста, маме Сообщи ей это Потому что ты можешь на пять занятий взять И тысячу рублей еще как бы сэкономишь А я могу побольше попередить? Ну да Ты знаешь как? Лучше сейчас позвони Я быстренько запишу Ты, матушка, узнай Давай, знаешь, как этот Ты позвони, скажи Мам, сейчас воспитатель Поговори-то, я ей расскажу Ладно, все? Набери И ты как раз будешь заниматься Самое, конечно, самое выгодное Это на три тысячи рублей Восемнадцать занятий Но они у всех есть А почему мы так сделали? Потому что многих нету Две тысячи рублей возможно заплатить Как бы есть Ну, разные Заняты? Ты сам что-то не пытаешься делать Ты знаешь, что дети Как у вас умолят Ну сейчас Ну ладно, пока Сейчас, пока не записываю Значит, ждем Отмашки матушки Парни, делаем, делаем, делаем Да, делаем все четко Артем Ярослав Сергей Сергеевич Возьми, пожалуйста Вот это Двух наших братков На это На силовую часть сейчас На турничок Возьми их туда Пойдем переворотом Артем, подойди, пожалуйста Сергей Сергеевич Да, сейчас пойдем переворотом Надо сделать Сто процентов, парни Хотя бы разочек Правильный А можно штангу взять? Да Да Ты сам справишься? Да Ты сюда ее понесешь? Да Только веса с ними лишние Ладно? Я с ними Все, давай, делаем Смотрим Да, молодец Зачем разбег большой берешь? Попробуй больше Больше Вот как бы С покрышечки С места Не делай крутой Прям ты распрыгайся И прыгай, да Да Да, выше прыгай Молодец Молодец Конечно Инерцию тебе задает Силу задает Конечно С разбега Полегкотнее Вы не переживайте Он, Серега, он рядом будет Не переживайте Ты, пожалуй, делай то, что надо делать Ярослав Ярослав Сейчас иди к петелькам Иди на петельки красные Ложись на пол Берись ручками за петельки И давай Подтягиваешься И встаешь на ноги Через прогиб в мостик Нет Нет Ляж опять Пожалуйста, ляж Ножки упор В коленочках Согни ножки Сейчас подтягиваешься Через прогиб в мостике Вставай Да, да, да И опять ложись Да Только ложись Также в мостик выходи Данька, штангу сюда Да, молодец Аккуратно, парни Аккуратно Данила несет тяжести Аккуратно Присаживайся Не-не-не-не-не Зря Ну ладно Давай Присаживайся Да Просто коленка Могло судорога свести Там коленка Там да Ну бедро Бедро Да, я имею ввиду Могло быть больно Ладно Все, молодец Справился Там тяжелее Артем Лучше на маленьком Вот где Сергей Сергеевич Сделаю Так, все Всех записал Все красавчики Молодцы Давай Там не лази Пожалуйста Ярослав Есть что Хочется взять Прости Сергея Сергеевича Маленький желтый мячик Зеленые мячики Ты бы подел Мы пойдем переворотом Серый Ты пакетик вынес сюда Поставь его на диван Может кому-то еще захочешь И шкаф прикрой дверей Ярослав Ну поделай Пойдем переворотом Ну ладно Пять минут Давай Отдыхай Пять минут Отдыхай Артем Желтый зеленый Позвони матушке Еще раз Пожалуйста Лимонно-зеленый Лайм цвет Да или как он там Светло-салатовый Светло-салатовый Да Ну он так Фиг его знает Светло-салатовый Парняга Ходит там Засматривается Видать это Я не занята Занята да Ладно Ты смс-ку можешь сказать Мам Перезвони пожалуйста Когда освободишься Ладно Я могу Либо ватсап Позвони Потому что я буду ватсап А Либо ватсап Набери пожалуйста Скажи Мам Сейчас вы спятаетесь С тобой поговорить Сергей Геннадьевич Левый Правый Левый Правый Пам-пам-пам-пам Сейчас будем готовить Спередчик Пирожок покушаем Прям скажи Одна минута Поговори Воспитатель Сергей Геннадьевич Сергей Геннадьевич Как нас зовут Тамара Андреевна Тамара Андреевна Здравствуй Прости что отвлекаем Тамара Андреевна Смотри Артем Принес Средства У нас чуть-чуть Очень поменялась Оплата Многим ребятам Ну родителям Не было возможности Платить например Две тысячи рублей Мы сделали Такую возможность Тысяча рублей Пять занятий Две тысячи рублей Одиннадцать занятий Три тысячи рублей Восемнадцать занятий Плюс социальные Льготные Все так же Подарочные Действуют И так же Подарочные дни Которые Ну субботние часы И дополнительные часы Все так же действуют Я просто Артему Предложил Чтобы если вдруг Ну не важно Там учеба сейчас Началась Чтобы помочь Родным сэкономить деньги Можно взять Не на две тысячи рублей А на тысячи рублей Абонемент Вот он попросил Тебе позвонить Чтобы можно было Ходит молодец У него самое главное У него самое главное Получается То есть видно Старание И все получается У него Ну гибкость Очень хорошая Это наверное Ну в Не не Все четко Молодец Самое главное Это Самое главное Поскорее давай увидимся Расскажу Небольшие нюансы Которые вот Можно было бы Как к новому году Результат улучшить Хорошо да Хорошо Всех поздравляем С днем учителя Если есть кого поздравить Передаем поздравление Да Благодарю Все Доброго вечера До свидания Артем Возьми пожалуйста Так Мама сказала Чтоб ты ходил В две тысячи рублей Одинцы занятий Парни запомнили Если вдруг Не получается Средства Тысячи рублей Пять занятий Это упростит Из-за учебы Много сейчас затрат Тысячи рублей Одинцы занятий Две тысячи рублей Одинцы занятий Три тысячи рублей Вообще-то Вы неправильно посчитали Почему я неправильно посчитал Пять Ну тысяча Плюс тысяча Одна тысяча А ты теперь спроси у брата, это называется прогрессия. Это называется прогрессия, это один из управленческих ходов, чтобы заинтересовать. За 2 тысячи рублей уже больше, чем 5. Чем больше, тем дешевле. Да, тем дешевле, конечно. А за 3 тысячи рублей 18 занятий. 4 тысячи рублей. За 3, нет, 4 тысячи нет. За 3 тысячи рублей 18 занятий, плюс все социальные, все подарочные. Прикиньте, если ходить только по субботам. Это может целый год ходить. А Василий Валерьевич сразу брал на полгода занятий, ну, по 6 абонементов. И как бы и нормально он. Еще не кончились? У него 50 с чем-то занятий. А он купил кучу занятий. Он еще купил еще и уехал в командировку. У него на данный момент 46 плюс 36. А что так много плюс 36? Это 82 занятия. Но он взял еще, он взял еще на 6 абонементов. Ну, бабки у него появились, лишние деньги, он сразу вкладывает. Он знает, что здесь инфляция не сожрет. Мы честные, мы никуда занятий не сгораем. А вдруг цены поменяются, а он придет и скажет, парни, у меня вот здесь занятия есть, не волнует. И мы скажем, конечно, Василий Валерьевич, братух, все нормально. Что, Домир, говори? Я на кингель сейчас опять рукой. Смотри, сейчас делай, но, пожалуйста, делай максимально аккуратно и постели. Если матьки освободились, застели себе побольше, Домир. Я же все это боюсь все-таки ногами остановиться. Я прям близко, потому что все... Не лезь. Пусть лежит, пусть лежит. Ты возьми два себе. Домир, не бойся, ничего не бойся, все хорошо. Надо страх перебороть. Домир, давай, матьки, Яростав, помоги Домиру, матьки, постелить, пожалуйста. Да, и сам еще делай, либо с братом давай тяжестями, либо давай пойдем переворотом. Нет, маленький блинчик можно взять. Бревно, да. Если ты себя будешь хорошо вести, повесим. Ребят, еще просьба. Домир, одним блинчик возьми и знаешь как? Покачай к себе вверх. Домир, Ярослав, Данила, Артем. Парни, сейчас послушайте. Пожалуйста, позвоните на тот номер... Отправьте смс-ку на номер телефона, которое объявление клубное. Отправьте смс-ку. Артем, кажется, отправлял-то, да? Это я такой-то, такой-то. Вот смотрите, вот на этот номер телефона вам надо со своего номера отправить смс. Например, в смс-ке должна быть информация, написано такая. Сергей Геннадьевич, это я. Например, Артем Забела, Данила, Ярослав, Дарвин. Вот дай номер телефона. Мы, чтобы я знал номер телефона, чтобы могли отзваниваться и вам отправлять информацию сразу по всем соревнованиям, по выступлениям, по мероприятиям. Если что, чтобы вы могли тоже сразу позвонить, если что-то произошло, или можете прийти, не можете прийти. Ярослав, у тебя есть личный номер телефона? У него есть телефон, но с собой. Телефон забыл. Даня... Не с собой, Ярослав. Я понял. Смс-ку отправишь, Данил, не забудешь? Да. Не переживай, у меня нет привычки названивать и прочее, и прочее. Я очень занятой, но мне надо знать, чтобы контакты были, в случае чего обзвонить ваших родителей. У вас, например, по соревнованиям, по мероприятиям. А есть какая-то группа боевых? Есть группа, но в группе не всегда связь обратная есть. То есть кто-то, ну, сидят, мы не знаем, прочитали, не прочитали. А здесь я точно знаю. Я отправил смс, информацию разослал, либо позвонил, я уверен точно, да, все хорошо. Так. Ярослав, что делать? Ты можешь взять бревнышку, постелить и там ходить. Я на месте тренирую. Молодец, только от стекла. Отойди от стекла, тренируй от стекла. Ничего, если я могу от бревнышку возьму, чтобы одно, чтобы одно. От стекла только отойди от окна. Ты можешь тренировать только от окна. А ты можешь другой держать? Да, не понял? Нет. А, ты этим бревнышком хочешь позаниматься? Это бревнышка будет. Это поленца. Да, мне кажется, тебе надо им позаниматься. На нем поотжиматься надо на этом бревнышке. Отжиматься? Да, 25 раз всего лишь надо отжаться. Это сейчас? Да, и дальше продолжаем действие. Ну, там несколько минут силовой части. Ярослав, приготовься, упор лежа, прими. Не, развернись лицом к ребятам. Дамир, Дамир, стоп. Да, их надо аккуратненько положить. Давай, аккуратненько, молодец. Дамир, стоп, давай, упор лежа. Мячики положи, пакетик туда положи и потом их возьмешь. Парни, запомните, пожалуйста, ничего не бросайте. Все, упор лежа, принимайте. Что? Сейчас, секунду. Общий счет будет. Смотрите, вы делаете по 4 отжимания. Счет по 4 штуки. Надо коснуться грудью до пола. Сергей Сергеевич, покажи, пожалуйста, как. Ярослав, бревнышко откати в сторону. Вперед, катни его. Вперед, катни его, Ярослав. Вперед, катни. Все, посмотрите, Сергей Сергеевич. Внимательно. Тихо, тихо, не ругай, Данил. Упор лежа принять. Посмотрите, как. Грудью до пола подняли. Да, готовы? Готовы счет, Сергей Сергеевич, бери. Все делаем под общий счет. Потом Артем считает, или Ярослав, или Дамир, или Данил. Не важно. Я буду считать. Тихо, тихо, тихо. Все, поехали. Встань, мы упор лежа. Ярик, подальше от стенки давай. Подвигайся. Ярик, встань нормально. Ярослав, хорош. Раз. Два. Три. Четыре. Тепь ты. Раз. Два. Три. Четыре. Следующий. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Терпите, терпите, терпите. Давай, Данил, самые козырные. Раз. Грудью до пола прям. Молодец. Молодец. Три. Молодец. Все, красавчики, продолжаем. Кто-то с мячиками, кто-то акробатику. Да бицуха скоро игру. У вас скоро с Артемом футболки не налезут. У Дамира скоро вообще. Ну, у Дамира, ладно, не очень скоро, чуть-чуть попозже. В дверь перестанет проходить. Вширь он будет боком заходить. Ну, а, короче, от Данила ему придется проем в институте увеличивать, чтобы это... Стекло, от стекла отходи, сразу от стекла отходи, чтобы в проем ты заходил. Открывать вторую створку в дверях придется. Не волоки, не волоки, не волоки. Не волоки. Подними и спокойненько делай, да. Ты должен делать так, чтобы ребятам не мешал. Ты понимаешь? Что брату не мешал. Молодец. Ты поставь так, чтобы ты... Согласуй с братишкой, чтобы ты ему не мешал. Ладно? Хорошо. Точно? Да. Кто ветра пустил? Что? Это ветра. Ветра пустил? Ну, а кто у нас ветра гон? А кто шептуна пустил? Ярослав? А? Ярик? Яш. А я что? Я, яш. Хотел сказать, я что ли? А тут не я, что ли? А я что? Нет, парни, парни, смысл такой, братва, тихо. Перед, пожалуйста, перед тренировкой этой не ешьте. Хотя бы за 2-3 часа и испражняйтесь, потому что... А если я голодный? Терпеть, на. Ну, понимаешь, а вот наперделка, а что, ребятам радостно, что ли, в пердунице в таком быть? Ну, я запомню, что я пою. Ну, с этого лучше чуть попозже или терпеть. Помнишь, какая парня, захотелось газануть, вышли в коридор, отперделись, все. Я не газовала. Ну, ты прям вот сто процентов говоришь. Ну, что, тогда я, наверное, я фухнул, а к вам ветер унесло. Да, я вот так вот поддумал. Вот, воняет, нет. Ну, если шлейф от тебя. Знаешь, Ассасин Крит, есть такое орлиное зрение, помнишь? Вот Сергей Сергеевич обладает орлиным зрением. Он включил, и как бы след идет от тебя. Ну, куда деваться? Ну, вот тут так вот. Ярик, это был ты? Нет. Только по чесноку давай. Данил, ты? Артем, ты? Нет. Дамир. Что, получается, я? Ну, я тогда, я пернул и надул вам все. Что, впервые, надул, надул вам. А как Артем придет? Это вот Ерик здесь прямом проходил. А, он напрягся, он мужчина спугался, что мы закричали на него. Да, пух. Все, парни, за ним. Ярослав, парни, без прикола, невозможно заниматься, когда я скорченную воду. Ну, что это такое? Артем, старайся чуть-чуть подальше от Данила, потому что он с тяжестями работает. Серый, видишь, что они без денег? Что-то опять их на подъем, переворот. Просто их отправляй туда. Вот пять минут поделал, на подъем переворотом. Артем, пять минут поделал, пожонглировал, на подъем переворотом. Нам надо, чтобы вы делали уверенно подъем переворотом. Договорились? Я не уверена. Давай. Тоже пропередюкаешься, да? Если надо будет, конечно, надо будет, точно. Молодец, паркуришь, да? Давай, пойдем переворотом. Ярослав, ну хорош, ну хорош уже это. Вообще не смешно. Да, ну смешно, но потом. Нормально, нормально. Да, вот покажи так же бодро подъем переворотом. Давай. Да. Все, молодец, Артем. Только пропускаешь долго, вот что, проблема. Да, а теперь без раскачечки давай. Без разгончика. Просто подошел, повис, ножки закинул. Ну-ка еще раз покажи. Типа того, да. Две ножки попробуй, да. Вот давай, десять раз делай, потом Ярослав. Я что? Потом тебе надо это сделать. Да, подъем переворотом. Ребят, пожалуйста, не отвлекаемся. Десять раз делай, потом Ярика зовешь. Ты хочешь флажок, Домир? Или просто круто? А, молодец, давай, давай. Ну сделай побольше оборотов. Только что будет момент делать, тебе надо ручки прям присогнуть вот так, и ты прям больше оборотов сделаешь. Для флажки. Да, 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 молодец, держи, сразу не сдавайся, держи. Че? Попить, умыться в туалет, да, можно, нужно. А когда будет супер перерыв? Сейчас, Сергей придет, руки все... А, парни, готовьтесь, да, бегите, сейчас время двадцать-двадцать, бегите, мойте ручки и идем на перекус. У вас водичка есть с собой? Попить все есть, да? Руки мойте, пожалуйста, Домир, помой ручки. А я сейчас не сделаю несколько минут еще. Давай. Молодец, Домир, напомнил. Что? Все, ручки мойте и возвращайтесь. Как раз кипау. Как раз сейчас, да, перекусим, да. Мы сегодня на паре перекусили. Че перекусывали? Да, с Бургер Кинга всей группой едут и заказали. Ну. И как там Бургер Кинга? Ну, у них бургеры ничего такие. У Макдональдсов же нету больше, да, теперь? Да, нет. А напитки такое себе. Но они вкусные, но дорогие. Угу. Там вода 110 рублей стоит. Нафига, нужно, блин. Все, Домир, ручка мой. Такая вода, нафиг она не вперлась. Так. Так. У нас обычно препод дает задание и уходит. Поэтому мы на это и рассчитывали, что она уйдет и мы поедим. Но она ушла и вы поели. А она не ушла. А вы вместе с ней ели? Ну, нет. Все сидели, ждали пока она уйдет. Так до конца пары прождали. Ну, а некоторые так поели. Ну, и нормалев. Ну, я так поел нормально. Спрятался за тем, что ты везде наворачивал. Угу. Навернул? Да. Это вы всей группой скинулись денег и всем купили? Или кто-то не стал кушать? Кто-то не стал, но мы большей части группе купили. Просто иногда бывает, что у кого-то может быть денег нет, и люди стесняются. И такое бывает. А просто кто-то не хочет. Даня, мячик, пожалуйста, кинь в пакетик, убери. Просто если есть возможность кому-то помочь, а ну, знаешь, хотя бы сухариком угостить и то...